так с братва всем привет на канале батя в деле меня зовут руслан пришлось немного подвинуть всю планировку по роликам и выпустить вот экспрессом так сказать то что мы с семьей с женой с ребенком съездили геленджик съездили бюджетно и в целом про это хотелось бы сказать что какого-то фразы мы можем повторить та самая фраза которую мы видели до спецоперации на наклейках машин но если без шуток мы правда повторим эту поездку я думаю на следующий год сейчас конечно этих наклейку же особо не видно ну ладно к самой сути я хотел бы разделить ролик возможно кому-то только интересно то что я поехал на море на такси на своей машине может быть для кого-то есть какие-то переживания что гаишники докапываются суда какие-то проблемы кому-то интересно только возможно платка стоимость платки затраты в дороге время какие-то остановки и кому-то может быть только проживание кому-то только геленджик то есть я решил разделить это все дело примерно три части в первой части я расскажу о дороге то есть исключительно я возьму наш километраж наши затраты на бензин какие-то там пить стопы на еду которую много брали постоянно в дорогу и туда и обратно кому-то опять же следующим этапом только проживание то есть я расскажу где мы снимали квартиры это был воронеж это был ростов это был геленджик и через что мы снимали как мы там получали скидку и собственно какая стоимость была итоговая далее это сам геленджик то есть само место где мы были возможно что хоть еще не успели увидеть что хотелось бы увидеть и общее впечатление потому что неоднократно были в крыму то есть бывали по многих частях по россии бывали в тунисе в турции собственно есть чем сравнить и можно сказать что другие джек это очень даже неплохо ну и в общем погнали что мы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть я не хочу повторять этот опыт и хотел комфортно провести время. Собственно, я запланировал так, что из Москвы мы поедем изначально через Воронеж, проезжая остановиться там, погулять, посмотреть сам город, переночевать, утром проснуться и уже прямки поехать в Геленджик. То есть до Воронежа примерно 550 километров, до Москвы осталось бы еще тысяча приблизительно. И обратно точно так же только через Ростов. То есть мы какую-то коробку с Геленджика примерно 500 километров доезжали до Ростова, ночевали в Ростове и потом уже прямки 1100 километров до Москвы. Но вот сама суть по дороге, что у нас получилось. Бензин, если считать расход, у меня был в среднем где-то 6,8. Ехал я там 120-130, где-то может было 150. Но в основном крейсерская вот такая была от 110 до 130. То есть в принципе комфортная скорость по езде. Вот, был включен кондиционер, расход бензина был где-то 6,8. 6,8, 6,9, даже где-то чуть меньше падал, видимо, там, где были горки. Вот, бензин туда, в общем, вышел 6,100, в обратную сторону 5. То есть в 6,100 мы приехали и прямо перед Геленджиком я заправился еще полный и приехал почти с полным баком. По Геленджику мы примерно ездили там около 100 километров. Были моменты, что мы ездили на пляж, сами там по городу, в общем, катались. Вот, в обратную сторону у нас ушло 5,000. То есть, собственно, бензин на всю дорогу, туда-обратно. В общем, 3,300 километров. То есть где-то по 1600 километров в одну сторону, 100 километров по Геленджику и 1600 обратно. Вот, 3,300 мы, в общем, проехали и это по бензину 11,100 рублей. 6 туда, 5 обратно, 11,100. Платный проезд. Платный проезд по платке, конечно, такой момент, что, в принципе, каждый пункт оплаты может быть на 20, на 30, на 40 и были дешевле. Я ехал без транспондера, я платил просто карточкой. Если с транспондером, то, собственно, еще дешевле. Вот, первый день мы выехали в воскресенье и доехали до Воронежа. И ушло у нас 1410 рублей на платную дорогу. Получается, второй день в сторону Геленджика мы ехали 1135 рублей. Но примерно это до Ростова. После Ростова уже, можно сказать, платки заканчиваются. Далее что? В обратную сторону приблизительно, но тоже там до Ростова около 500 рублей у нас ушло. Это был выходной день, тоже воскресенье с Геленджика. И, собственно, второй день уже прямо до Москвы. Контрольно с Ростова мы ехали 1810 рублей. Вся дорога осталась у нас в будний день. Я бы сказал, что в первые пару дней туда или в предыдущие, следующие несколько дней обратно, когда мы ехали. Ну, то есть, конечно, туда у нас чуть дороже вышло, потому что основную часть платок мы проезжали в будни, выходные. Мы проезжали, основную часть платок мы проезжали в выходные дни туда. А уже обратно в будний день, то есть, дешевле. Собственно, туда мы ехали 1310 рублей, 1135. То есть, у нас получается сколько там, 2550 примерно. Туда вышла платка, обратно вышла платка 2310. И общая сумма затрат на платную дорогу 4815. То есть, можно посчитать, что дорога с платкой, бензин, точнее, плюс платка, 11100 плюс 4855. Это получается у нас, считая прямо сразу в уме, 14955, ну, 15 тысяч рублей. Это у нас касается вот этой некой платной дороги. Ну, единственное, что мы постоянно в дорогу набирали с собой продуктов, то есть, там, колбасы, там, всего, нарезок всяких. Ну, то есть, как бы не скромничали, я брал пару адреналинов и в ту сторону, и в обратную сторону, на всякий случай, если будет сонливость, там, выпить какую-то газировку, квас, там, сок к маленькому, вот, и так далее. То есть, мы всего постоянно набирали продукты туда, когда ехали, мы набрали примерно на 1840 рублей. Вот, обратно, когда мы ехали, на 2738, ну, примерно на рублей, там, 900 это у нас ушло, то, что мы еще арбузы брали, то есть, это в этом же, в этой же сумме. Вот, то есть, можете, примерно, посчитать. Были также некие пидстопы в дороге. Я пидстоп подразумеваю, что это столовые, это тот самый, который очень часто встречается везде помпончик. То есть, мы едем, чувствуем, что, может быть, хочется, там, даже кофе попить, останавливаемся, у нас есть с собой нарезка, попили кофе, сделали себе бутербродов, покушали и далее двинули, ну, как бы, в дорогу. Собственно, остались в какой-то столовой, возможно, там перекусили, и вот, образно, настрой, да, я, жена и ребенок, то есть, всем нужно покушать. Пока мы ехали туда, собственно, до самого Геленджика, эти пидстопы у нас составили 3048 рублей, 3048, ну, как бы, это за, образно, за два дня, да. В обратную сторону, когда мы ехали, 2000, то есть, обратно, мы, собственно, ели меньше. И, ну, чувствуется, как будто бы мы ехали обратно, честно говоря, быстрее. Это у нас, что касается дороги, то есть, собственно, про бензин рассказал, про платку рассказал, про продукты пидстопы рассказал. Вот, честно говоря, очень часто там встречаются помпончики. Вот, при мне, там, передо мной мужчина стоял в очереди, заказывал еды, там, на всю семью. У него вышло, там, три с чем-то тысячи, я думаю, блин, нифига себе, бюджетный обед. У нас выходило в среднем где-то за один присест, если, там, с супом совсем нормально покушать, ну, где-то, там, 1200 рублей. Если это в помпончике, в столовой, могло быть, там, рублей 800, наверное, 900. Но в среднем нам всем покушать тысячу рублей. Можете, как бы, вот так для себя прогнозировать. Помпончики встречаются чаще. Есть всякие баннеры с классными столовыми, которыми, вот, вы, если их видите, лучше там останавливайтесь. Там что-то из серии, там, сытый папа или сытая мама. Вот, визуально выглядит хорошая столовая, думаю, что внутри тоже очень хорошо. Мы их проехали, думаем, дальше будет лучше, а дальше были только помпончики. То есть, вот, об этом тоже подумайте. Вот, и по поводу дороги. Вы, когда будете туда ехать, мы не остановились, там, подсолнце, в сторону солнца, да, как бы, в одну сторону все смотрят. Вот, и вы, как, пока едете в Геленджик, они, как бы, смотрят на вас, да, справа, с правой стороны, как бы, в вашу сторону. Я вам советую остановиться, сделать фотографию, потому что есть классные, крутые поля. Мы эту фотку не сделали, и когда ехали обратно, уже все поцелонхи были, как бы, от нас отвернуты. И, может быть, в следующий раз, когда я поеду, сделаю обязательно такую фотографию хорошую. Вот, это как советую вам. Кстати, по поводу гаишников в дороге. Да, в общем, выехали мы из Москвы, получается, в Геленджик. У меня был с собой изначально один путевой здесь, заполненный. Все, поехали. Я думаю, ну, как выйдем из Московской области, дальше уже, в принципе, будет пофиг, потому что нет оснований выписывать какие-то штрафы или как-то докапываться там до меня, потому что у меня нет лицензии в тех краях, куда я еду. Ну, и нет оснований на то, чтобы как-то меня привлечь. Вот, но все равно гаишник нас один остановил, смотрел документы, походил кругами вокруг машины, посмотрел машину, заглянул в машину к нам и говорит, работаете или как бы отдыхать едете? Я говорю, ну, отдыхать, я говорю, вы же видите, там машина собственности, женой с ребенком, как бы ребенок в кресле, все, никаких проблем, просто едем отдыхать. Один раз нас остановили, все, и как бы мы двинули дальше. То есть, по факту никаких проблем, то есть, не надо об этом переживать, можно брать машину, если она у вас таксишная, и газ туда, все, отдыхать. Дальше по проживанию. По проживанию, значит, что у нас, мы все снимали, вот жена конкретно снимала все через суточный.ру, новый сервис, который сейчас начали качать, мы зарегались по какому-то промокоду, специально получили 1000 рублей скидки, и с каждой суммы аренды он нам чуть-чуть с процентами вычитал. То есть, я буду рассказывать уже про аренду, итоговую стоимость, которая для нас оказалась дешевле, может быть, она изначально была чуть-чуть дороже. Вот, промокод на регистрацию в этом суточный.ру, чтобы получить 1000 халявный, будет в описании, можете залететь, также зарегаться, получить 1000, и потом проверить этот сервис. Знаете, что, пока мы ехали в Воронеж, посмотрели квартиру там, ну, хотелось какую-то типа доступную. В принципе, такая нашлась, не знаю, как там район, типа центр, не центр, но, в принципе, рядом с речкой тоже, ну, как бы неплохой, можно в целом сказать. Квартира получалась 2160 рублей, что удивило, ее сдавала компания местная по недвижимости, она вообще не приезжает. Ты зарегистрировался там, забронировал, там сделал какую-то предоплату через эту суточную руку, как посредник выступает, если будет не проблема, он их вернет. Подъезжаем, они дистанционно там, мужика открывают наоборот, все, мы подходим, они говорят, поднимаетесь, поднимаешься, там такой сейф, в котором ты вводишь код, открывается этот сейф, там ключ. Ключом открываешь квартиру, смотришь ее, принимаешь, никто не приезжает на приемку, никто не приезжает на сдачу, то есть все дистанционно. Вот, каких-то там камер я в квартире не увидел, вот, может быть, только вот на входе. Мне понравилась нормальная квартира, вот, в принципе, ухоженная, там какие-то вот, даже там кофе или что-то такое есть. И эта стоимость квартиры выходила в 2,160, это после вот этого учета скидки. В принципе, компания, которая сдавала эту квартиру, к ним вообще никаких претензий нет, вот, то есть мы легко заехали, легко сдали и уехали, вот, вообще беспроблемно. Когда нам уже было выезжать в город прогуляться, они нам тоже дистанционно писали в чате, они нам открывали ворота, вот, то есть вообще никаких проблем и никаких задержек. Опять же, когда ехали обратно из дешевого, так же мы в Ростове остановились, в Воронеже была однушка, в Ростове была студия, студия тоже ухоженная, там соседним подъедом приходит такая бабушка, которая сдает эту квартиру. Тоже ничего плохого сказать нельзя, как бы нормальная квартира, но только единственное, что может быть отдаленно была она от центра. Как бы визуально я все материалы, видео, да, прикладываю к этим квартирам, чтобы было понимание, хоть как они выглядят в целом. И квартира в Ростове выходила 1800 рублей, то есть мы приехали, там маленькая была температура, мы уже не хотели гулять, просто там переночевали, я сходил рядом в магазин, сидел в городе, купил что-то, что хотел, там огромный шоурум, просто необъятный, который я еле-еле съел. И такие питстопы в дороге с ночевкой, это очень хорошо, потому что мы не чувствовали какой-то дикой усталости, в принципе ночуешь и дальше едешь нормально. И в Геленджике, через тот же самый суточный ру, однушка, которая в объявлении была с очень плохими фотографиями, не было понятно, ну, общее понимание, что за квартира. Но квартира хорошая, квартира с евриком, со свежим. В принципе, я спал на отдельном, на кухне, там раскладывался большой диван, жена с ребенком спала в комнате. В комнате большой телевизор, есть Wi-Fi. В целом свежий ЖК, такой некий ЖК-горизонт. И, в принципе, там квартира по суткам получалась примерно 2,5 тысячи. И там 6 полных дней у нас вышло 15 тысяч рублей. В принципе, проживание в Ростове и Воронеже 3,960 и проживание в самом уже Геленджике 15 тысяч рублей. То есть, это примерно все вместе, все проживание 19 тысячи выходило. Я считаю, что это, в принципе, нормально, бюджетно, на море в квартире осталось за 2,5 тысячи. Можно, конечно, найти какие-то там частные дома, но мне кажется, у них есть проблемы с санузлами и с соседями, то есть шумно. А тут полноценная квартира без каких-либо проблем. Плюс еще в квартире мне нравится, что рядом на первом этаже пятерочка. Ты всегда уходишь утром, берешь себе кофе хорошее, по моим меркам. И какие-то в дорогу продукты, квас, воду, все, едешь на пляж. Дальше, что сказать про сам Геленджик? Вот если изначально сказать про затраты в Геленджике, и уже потом постепенно про сам отдых, возможно, про Геленджик. По затратам, ну, то есть, каждый день, когда мы выходили на пляж, там шли, я брал все кофе с собой, выпечку, там брал какие-то продукты. Образно, за вот 6 дней пребывания там продукты мы потратили там 5-700, да, то есть что-то мы покупали. То есть мы не кушали в ресторанах никаких, мы кушали в столовых. Вот столовых я бы видел в основном, это СССР, там куча разных столовых. Я принципиально там каждый день в разных столовых ел изначально. Потом уже понял, что есть основная, видимо, сеть СССР есть, но они между собой тоже отличаются. Есть какие-то центровые вот такие столовые именно этого бренда, как бы самый нормальный, самый приятный. Там адрес тоже я приложу, одну из них, которая мне показалась самая топовая. Вот за эти дни пребывания на столовую и на фастфуд у нас ушло 8-100. 8-100, то есть, например, каждый день мы в столовой ели, через день, как хочется, то перейдите в ДОДО, заказывали пиццу. ДОДО, кстати, каждый по цене такой же, но если заказывать в Москве, заказывать там, там, образно, 3 пиццы, допустим, за сколько-то. В Москве привозят, там, образно, 35 сантиметров, там привозят 25 на 10 сантиметров меньше. То есть, вроде цена одинаковая, но при этом, ну, визуально сначала непонятно, но потом сравниваешь, понимаешь, что, по сути, за те же деньги тебе привозят меньше пиццу. Вот, суть такая, в общем, 8-100. Каждый день, когда мы выдвигались в столовом пляже, мы потихонечку изучали набережную. Набережная, примерно 15 километров, огромная набережная. По протяженности, вот, там есть куча разных пляжей, есть какие-то каменные, есть, там, примерно 3-4 пляжа песочные. Это, вот, один из них, там, 20к-22, то есть, его каждый год переименовывают, там, образ, в 19-м году это было 20к-19, потом 20к-21, 20, там, и 22, и так далее. Вот, на мой взгляд, это самый хороший пляж, то есть, он песочный, он, ну, современный, там, хорошие лежаки с зонтами. В принципе, мы последние все дни ходили туда, там снимали лежаки и зонт, ну, собственно, какие-то дни, которые прям задерживались, брали два лежака и зонт, это 500 рублей, вот, и также, там, несколько раз с жена ходила, там, в платный туалет рядом с ним. То есть, у нас за все эти дни ушло 1100 на лежаки и зонт, и вот на этот туалет некий, на пляже. Все остальные дни мы передвигались по пляжам, то есть, где-то мы просто не брали ничего, где-то у нас была вот своя, это, скатерть, на которую мы раскладывали и ложились там, отдыхали, вот, но, в целом, 2к-22, вот, в этом году, конечно, это прям топчик. Мне очень понравился хороший пляж, песочный, потому что, ну, на мой взгляд, все равно, камни долго не продерживаются, камни не очень приятные в целом. Конечно, кому как. Вдоль всей набережной, кстати, в отличие от Москвы, мне понравилось, что куча самокатов именно с дополнительными ручками для детей. То есть, все компании говорят, что вдвоем в самокате нельзя кататься, но при этом на море у них там все самокаты оборудованы для того, чтобы взрослый ехал с ребенком. Это офигенно, потому что здесь, в Москве, там, в Подмосковье, я не нахожу таких самокатов, и с ребенком опасно ехать. А там у него реальные ручки, он держится за них, едет. Самокаты и такси за все эти дни у нас ушло 1900 рублей. Конечно, момент того, что днем такси может быть дорогое, вот, несколько дней я машину оставлял, мы ездили на такси по детскому, днем горит коэффициент. И, собственно, все заказы дорогие, там, образно, какая-то поездка короткая, может быть 300-400 рублей, вот, но это было для нас решением, чтобы проехать с ребенком. Но самокат это еще дороже, то есть мы решили один из дней прокатиться там на самокате, пока ехали, у Кати несколько раз заглючил, он отключался, пищал, я там сам на него вставал, разгонял его, как-то там, в общем, его включал, и в итоге мы ехали дальше. Даже приходилось где-то паузу отжимать, заново его запускать, тогда он ехал, после этого самокаты дороже, чем такси выходит. Вот еще такой момент, несколько дней поездили, я думаю, ну нафиг эти самокаты, и там, образно, за эти дни 1900 ушло на самокаты такси, и потом мы ехали, уже ездили по городу только на своей машине. Вот, касаясь каких-то развлечений, то есть, собственно, за пребывание там мы, ну, какие развлечения, мы, конечно, ходили в основном на пляж, но, может, было бы ноль, хотели просто отдохнуть, позагорать. Вот, думали о том, чтобы, может быть, сходить в аквапарк. В какой-то момент остановили там соседи, которые сказали, слушай, мы там сходили, и на каждой из горок стояли в очереди по 40 минут. То есть, этот вариант отпал, потому что мы утром просыпаемся, он был рядом с нами, ЖК Горизонт, популярный, Золотая Бухта, по-моему, назывался, он популярный аквапарк. И там каждое утро туда, точнее, туда идут люди, и в 7 вечера к 7 вечера оттуда огромное количество людей уходит. То есть, каждый день там очень много людей, и я думал, что, скорее всего, так и есть с очередями какая-то проблема. Решили туда не идти, съездили на гору, на основное, где вот огромный православный крест стоит, там девятиэтажный. Там очень красиво, мы специально поехали вечером, чтобы застать и закат. Для меня, конечно, картина хорошая, очень приятная. С другой стороны, страшно на этом подъемнике, хотя я прыгал с парашютом. Я ехал с ребенком, который тоже боялся, собственно, я боялся за него и за себя. Мне приходилось его еще дополнительно держать, потому что нет никаких там суперфиксаторов, чтобы он не вылетел из этой каретки, на которой ты поднимаешься. Собственно, вот эта прогулка подразумевала, что там покупаешь билет на подъемник, также в нем сразу и какой-то зоопарк, и какие-то еще там местные аквариумы, и всякими там птицами еще. Дэд-дэд-дэд-парк там, или как он, скажете, как-то он еще называется, в общем. Так, ну в принципе, вроде все. Конечно, в следующий раз, если ехать в Белинджик, я бы хотел бы еще съездить Абрау-Дюрсок, смотреть озеро. Есть какие-то локации там рядом с Новороссийском, где у нас были ребята, и на пляже просто купались, к ним поплывали дельфины. То есть я бы съездил бы туда на день, просто побыть на пляже, чтобы в дикой природе увидеть поплывающего дельфина. Класс, по-моему. Вот такие есть некие локации, которые можно было посетить. Еще побывать на дополнительных всяких там, которые мы не успели посетить, дикие пляжи. Мы были на одном, на Сосновке, очень хорошо визуально смотрится, там можно на такси доехать, на машине. Но не советую заезжать далеко, потому что там где-то просто начинается жесткое бездорожье, мы оставили машину, пошли пешком к нему. В Яндексе это губльца, Сосновка очень. Просто без всяких проблем можете найти и туда как бы выдвинуться. Вот, выводы в целом. Выводы. Это была такая некая спонтанная поездка. Мы думали о том, что хотим отдохнуть. Я думал о Дагестане, хотел побывать там. Пока таксовал, еще познакомился с людьми из Дагестана, которые сюда прилетали, там, либо в больницу, либо еще по каким-то своим делам. Они оставляли свой номер, то есть уже был какой-то контакт. Потом я понимал, что с другой стороны уже мы пообщались. Это был бы отдых для меня, а не для всей семьи. То есть, но ребенку было бы там неинтересно. И решили поехать на море. То есть, клиншки мы никогда не были, не было никакого представления. Я ожидал худшего. То есть, я думал, что приедем, сейчас будет какая-то супер днищинская история. Вообще ничего не ожидал такого. И, конечно, хотелось бюджетно отдохнуть. Но Геленджик в целом удивил. То есть, мне понравился город, мне понравился отдых там. Я думаю, что на следующий год мы поедем туда же, только теперь остановимся в ЖК Черноморском. То есть, там такой топовый ЖК, через который просматривается гора, просматривается надпись Геленджик на горе, как Голливудская. Вот. Плюс это все рядом с такими некими обрывами, подобно как на Диком пляже, на Сосновке. То есть, прям топовый ЖК, в котором все круто смотрится. И там рядом пляж, на котором мы постоянно ездили. То есть, основной пляж, который нам интересен был. Вот. Итог. Значит, все. В общем, мы проехали за все это время 3 300, 2 километра. То есть, с возвращением сюда. Ни много, ни мало, нормальная сумма всех затрат. Вот на все, что я перечислил. Все эти продукты, там, не знаю, проживание, дорога, какие-то затраты, какие-то развлечения. Вот. Ну, все-все-все-все-все-все. 65 548 рублей на троих. В целом мы примерно 9 дней не было здесь. Там 6 дней мы полных были там. Все остальные дни. Вот это вместе с дорогой проживания, ночевки, там, в разных городах. А вот. Ну, я считаю, что это нормально. Вот. Ну, как плюс еще помогает. Современные всякие истории, что мы помониторили квартиры, посмотрели, посравнивали, выбрали для себя удобную стоимость через то же самое суточную руку. В принципе, за 65, там, 66 тысяч – это хороший отдых. Но мы ехали на своей машине на самолете, и по поезде было бы намного дороже. Тем более сейчас, по-моему, с самолетами там какие-то проблемы, где-то по самолетам не летают. Вот. В целом, ну, надеюсь, что кому-то было интересно. В общем, какие-то вопросы о всей этой поездке будут понятны. В общем, всем спасибо за внимание. Всем удачи. Если было что-то непонятно, остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!